здравствуйте друзья тут попался вопросик один достойный внимание как мне кажется вопрос о частных тюрьмах в соединенных штатах вот человек что он слыхал что есть частные тюрьмы что это весьма доходный бизнес то есть вот я читаю сверху в правительственной системе есть запрос на некоторую услугу под которую создается регулятор приходит инвестор принимает правила игры и регулирования получает лицензии вкладывает деньги и процесс пошел своего рода франчайзинг но с большей степени свободы я правильно понимаю спрашивает в таком случае это ведь сильно упрощает предпринимательство ведь бизнес-модель по сути готова и можно реально просчитать весь пресловутый net present value о котором у нас в российских вузах только разговаривать умеют осталось с бума и американизации девяностых а с жизнью никак не соотносится не планируется соответственно существует и более тяжелый на подъем бизнес когда нужно самому с нуля формировать продажи клиентуру и прочее конечно госзаказ как бы да ему нравится вроде того чем занимался стив джобс восьмидесятые действительно вот такой стив джобс там с нуля поднимал а тут есть госзаказ я правильно понимаю или моделей никаких нет а по большей части бизнес это творчество упорство расположение звезд и удача и тут еще со ссылкой на виктора что нужен красный вектор там по бородянску а если ты не командный человек и без связей вот тоже такой вопрос значит я бы вот чего сказал все-таки мы давайте разделим что нужно для бизнеса что делает человек успешно в бизнесе как бы отдельная совершенно история и есть люди которые это очень тонко исследуют подробно вот я давал месячишка назад давал интервью такой есть артем мельник вот у него есть канал если вы просто сделаете поиск на артем мельник вы его найдете если вы его еще не знаете как бы там типа новые богатые там такого плана то есть люди которые зарабатывают в интернет эпоху там на чем они как они успешность там и так далее поэтому бизнес часть сторону немножко подвинем а давайте мы про частные тюрьмы поговорим вообще началось это дело в великобритании на самом деле где-то я боюсь сказать соврать 80-е может быть не так давно это это совсем не не древняя идея вот потом пришло в соединенные штаты смысл в том что содержание тюрем дорого обходится не только потому что там что-то но по сравнению с частной тюрьмой например сотрудники в частных тюрьмах не имеют таких бенефитов замечательных там пенсионных планов и так далее это все очень дорого обходится плюс всякая бюрократическая система она страдает неэффективностью она как бы не может быть эффективной это это давно известно любой как бы бизнес взятые под контроль государством становится крайне неэффективным например в соединенных штатах самая неэффективная почта государственная она есть самые неэффективные школы государственные с точки зрения расхода денег возврата на потраченные там и так далее это все вот как бы свойство такое государственного вот статистически в соединенных штатах известно что примерно на треть частные тюрьмы подешевле будут обходятся дешевле долгоплательщику есть еще знаете как вот допустим калифорния тут переполнен не хватает вот как бы тюрем в том смысле что строили давно как-то не а население растет соответственно процент людей в тюрьмах растет ну и вот кроме того я не знаю вы в курсе нет но когда-то началась борьба это восьмидесятые годы началась такая серьезная борьба с наркотиками и очень многие люди как бы попали под статью законодательство изменилось попали под статью и стало гораздо больше заключенных вот именно на борьбе с наркотиками ну и короче пока там финансы пока построят пока туда все в общем переполнены тюрьмы те которые есть и начали их так сказать туда на суп подряд отдавать заключенных причем даже в другие штаты вот есть например люди которые в калифорнии там срок получили а отбывают там где-то еще безусловно если мы хотим сэкономить то ну где-нибудь в миннесоте там или в айове или в аризоне дешевле держать тюрьму чем например там в кремниевой долине понятно понятное дело там и земля дороже и работа там и так далее я вообще когда только приехал в сша например у меня было много творческих идей по снижению расходов а тогда как разрешение было все обсуждали снижение расходов вот и меня была такая идея вообще аутсорсить это дело не в сша а куда-нибудь где совсем дешево в мексику может быть в сибирь куда-то знаете еще и подумаешь хочешь ли ты отбывать свой срок там в сибири там холодно ну в общем какие такие мысли но во всяком случае за границу они пока не сбывают а вот так по стране где там подешевле значит действительно как бы экономит деньги налогоплательщиков есть очень много дискуссий на эту тему был случай один в аризоне из такой частной тюрьмы сбежали сразу трое очень серьезных преступников и люди погибли там и их отловили довольно быстро но но в общем дошло до того что погибли люди и так далее стали выяснять что вот как бы нельзя было таких опасных преступников помещать в частное такое заведение которое не было готово которое не соответствует как бы требованиям по содержанию вот таких опасных преступников то есть время какие такие вопросы возникают потом что еще ну поскольку это как бы for profit да то есть это как бы люди люди деньги там зарабатывают то ну соответственно он хоть и госзаказ но там какие-то требования выполнять их очень строго контролирует безусловно там есть очень много всяких правил это не так просто как вот тут товарищ думает что смотри-ка вот есть госзаказ сейчас там построил требования принял и делай чтобы этим требованиям соответствует нужно но я не знаю большие деньги иметь нужно иметь это место в котором ну все это происходит нужно иметь лицензированный персонал нужно соблюдать миллион правил и нужно например содержать в штате людей которые знают правила знаете как это это не так просто все это не то что там какая-то чудовищная норма прибыли там мы и так далее нет так но бизнес то есть как если ведь которым интересно там на этом зарабатывать интересно еще знаете что в израиле тоже обсуждался вопрос о том чтобы вот перейти к такой системе то есть разрешить частные тюрьмы и я не помню на каком уровне это произошло то ли верховный суд то ли там где но постановили что нельзя людей отдавать в частное заведение для отбывания срока потому что когда это становится for profit то есть ради прибыли делается то в этом есть угроза угроза основным правам человека пусть даже заключенного там и провинившегося да и так далее но вот у него тоже есть права и вот когда за прибыль когда за деньги есть угроза вот и там признали это такую форму содержания заключенных вообще незаконной да ну у нас вроде законно как бизнес я даже не знаю у нас вот есть приятель вы его знаете саша который алекс который вот натяжные потолками заниматься это мелочь он на самом деле много строительных подрядов всяких берет вот он рассказывал что есть невероятное количество государственных проектов на уровне сети на уровне там каунти на уровне может быть штата где нужно что-нибудь построить и вот контракторы идут значит и там делают биддинг то есть предлагают свои цены так идет такой процесс значит и в общем он очень успешно этим занимался я думаю сейчас занимать то есть такое невероятное количество есть если вам хочется государственных там всяких проектов да как-то бюджетных все есть не обязательно чтобы это было именно вот тюрьма там и так далее кроме того государства такой интересный даватель бизнеса который смотрит чтобы там не зажрались то есть его интересует чтобы вы не получали какой-то сверх прибыль и так далее они они за этим следят ой слушайте был потрясающий случай значит частная тюрьма там посадили народ частная тюрьма я не помню в каком штате это было где-то вот там на востоке давали взятки они дали 2 миллиона 200 тысяч вот такого плана сумма была во взятках 2 до за 2 миллиона взят двум судьям за то что эти судьи значит это была такая для подростков джувенайл для таких молодых несовершеннолетних так мы по-русски бы сказать несовершеннолетних преступников было такое заведение для отбывания срока частная так они давали взятки за то что судьи отправляли туда народ за преступление ну вот типом в марте чем-то украл знать там в магазине чем-то украл они его бах туда в это в эту тюрьму то есть у них есть видимо какой-то широкий диапазон там применением всяких мер вот так они за взятки туда людей пуляли можете представить такая интересная особенность значит частного заведения обычная тюрьма пойти никому для так давать не будет им пофигу что там есть заключенные что их там нет ну то есть у нас дефицитом заключенных особо нету вот так что хватает но такая вот интересная особенность так такой случай был тоже была дискуссия большая в обществе что вот и к чему приводит приватизация вот такого интересного процесса 2000 человек им туда значит они эти 2 миллиона там с лишним заплатили и им туда за то что эти судьи им туда пульнули 2000 человек несовершеннолетних вот я я не знаю как бы сколько из них должны были бы там оказаться из этих там 2000 мне трудно судить но в общем вы бы себе представляете что вот вместо того чтобы я не знаю там 15 суток отсидеть людей пуляют куда-то на какой-то срок там и так бывает давайте вот тебе американские судьи так что там где большие деньги а вроде не такие-то деньги господи ну ладно в общем все тут сказать как бизнес оппортюнити я бы не стал рассматривать тем более что молодого человека денег все равно нет и такой штуки с маленькими денежками ты не подойдешь вот как бизнес модель я бы лично не рекомендовал начинающему иммигранту вот по этой части вы можете где-нибудь в сибири организовать предприятие и предложить свои услуги я не знаю хотя может быть это незаконно не могу сказать а еще знаете тоже есть места хорошие там типа камчатки чукотки там я думаю что многим многим бы идея понравилась вот но только мое предположение счастливо друзья